Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и сегодня у нас в гостях Майкл Сейлор. Добро пожаловать, Майк. Спасибо, что позвал. Для нас это честь. Мы знаем, что твоя компания MicroStrategy владеет больше, чем 9 тысячами биткоинов, и вы являетесь одним из крупнейших адептов стандарта биткоина. 90 тысяч. Больше, чем 90 тысяч. О, я предношу извинения. 90 тысяч, конечно же. Я думаю, что мы переживаем изменения парадигмы в денежной экономике. Это происходило на низком уровне последние десятилетия, пока биткоин рос на 200% в год. Но с марта 2020-го биткоин набирал 600 плюс процентов в год. Перевод фиатных денег, аналоговых денег в цифровые деньги. Цифровая трансформация основного слоя денег ускорилась невероятно. Биткоин теперь цифровая денежная сеть в триллион долларов. Это самая быстрорастущая вещь на нашем веку. Это самая мощная технология на нашем веку. Она продолжит рушить индустрию. Она поменяет жизнь 8 миллиардов потребителей, 100 миллионов бизнесов, каждого инвестора на планете. Он повлияет на оценку 500 триллионов долларов активов. 99% всего мира его не понимают. Они думают, что это пузырь, думают, что это ралли, они думают, что это странная штука. Так что, если и было то, о чем надо образовывать, если и была идея, которую нужно было представить обществу, и если для людей было что-то, чему стоит научиться, я бы сказал, что в этом году эта вещь определенно самая важная вещь. Так что это стоящее занятие объяснить миру, что такое биткоин, что такое открытая денежная сеть, что такое цифровой денежный актив, почему он полезен человеческой расе, как он изменит их жизни, и почему будет нерационально и трагично от него избавиться, как от очередной спекулятивной фигни. Я слышал, что некоторые люди, знаешь, говорят, что если вам нравится биткоин, то вы не патриот, потому что в Соединенных Штатах разрешено использовать доллар, чтобы геополитически соответствовать ситуации. Но ты можешь объяснить, вообще биткоин это патриотично или нет, как ты думаешь? Я думаю, что это достаточно ясно на данном этапе пути, что мир эволюционирует. У нас будет слой, называемый валютным слоем, и это будут доллары или евро, или фиатная валюта каждого легитимного и эффективного правительства на планете. И будет внутренний слой, слой средствосбережения, называемый слоем активов. И это будут либо деньги в чистом виде, чем является биткоин, или это будет гибридная смесь инвестиций в коммерческую недвижимость или акции, в которых люди чувствуют, что есть частично активы и частично спекуляция. В таком случае, 8 миллиардов людей будут использовать приложение, которое будет являться мобильным кошельком, как Blue Wallet, или Moon Wallet, или кошелек Square Cash, или Apple Pay, или вставьте свой вариант, которое будет загружено на мобильное устройство. И этот мобильный кошелек будет иметь слой фиатной валюты и платежные рельсы, по которым будут перемещаться доллары, возможно, или эквивалент. И под этим будет аккаунт сбережений, слой активов, и им станет биткоин. Так что я не думаю, что биткоин в какой-либо мере угроза доллару. Я на самом деле думаю, что если мы посмотрим на то, что происходит прямо у нас перед лицом, аргентинская песо обрушается, нигерийская валюта обрушается, валюта Зимбабве обрушается, вероятно, валюты 50 самых слабых стран мира все обрушаются. И чего все хотят, это сделать их среду обмена долларовой. Так что американский доллар на самом деле будет распространяться на этом основном слое из биткоина в Нигерию, в Венесуэлу, по всей Африке, в половину, если не в большую часть Южной Америки, по всей Азии. Потому что если правительство не может содержать валюту, которая достаточно сильна, чтобы быть эффективно привязанной к доллару, тогда оно потеряет контроль над валютой. И настоящий вопрос в том, предоставят ли Соединенные Штаты технологии, которые решат проблемы денежной экономики для всей планеты? Или мы откажемся от своей роли лидерства? В таком случае капитал уйдет за границу, технологии уйдут за границу, и люди не будут использовать... Может, они будут использовать не доллар, а китайский юань? Что не думаю, что хорошо для Соединенных Штатов. Я думаю, что когда технологи подумают об этом, и когда кто-либо подумает об этом, я думаю, что они скажут, да, у меня есть способ сделать что-то в миллион раз быстрее, лучше, сильнее, чем по-старому. И будем ли мы это делать, или откажемся от ответственности это делать? Друзья, представляем вашему вниманию криптобиржу токенизированных активов Currency.com. На бирже представлены различные криптовалюты, а также токенизированные акции, драгметалы. Также вы можете торговать здесь DeFi токенами, в том числе Uniswap, Compound и так далее, и Forex валютами. На бирже имеется торговля с левереджем, также очень удобное мобильное приложение, которое облегчит вашу работу с этой платформой. Ссылка в описании, биржа Currency.com. Мы разговаривали с некоторыми людьми из комиссии по срочным бумагам, по ценным бумагам, и они говорили про то, что почему процесс регуляции такой медленный, потому что нужно время, чтобы посмотреть, понаблюдать, как эта новая технология работает, как эта экосистема разрабатывается, и уже попробовать. У них сложная работа. У них сложная работа. Я думаю, что нужно делать это очень аккуратно и конструктивно. Я думаю, что, когда образуется регуляторная ясность, это будет хорошо для индустрии. Я думаю, что существует много контрпродуктивности и выброшенной энергии в связи с неопределенностью регуляторной среды. Я думаю, что прояснение — это хорошо. Но я также думаю, что регулирование должно быть правильным. Так что я за то, чтобы поступить... Кстати, мой взгляд на регулирование таков же, как на развитие биткоина. Мы должны двигаться вперед прогрессивно, но осторожно. Да, я согласен. Мы не хотим, чтобы регуляция пришла слишком медленно, но и также, чтобы она пришла слишком быстро, да? Еще последняя вещь, о которой хотелось бы поговорить, это, знаешь, в микростратеджи у вас идет фокус на бизнесе. И интеграция микростратеджи, конечно же, очень хороша для биткоина. Но я думал, что... Вот смотри, про людей, у которых нет бизнеса, или, может, просто не мыслят в масштабе бизнеса. Может быть, просто объяснишь таким людям разницу между владением биткоина для целей бизнеса или владением для своего личного использования? Я думаю, что люди, которые понимают биткоин, также понимают, что то, что происходит, это обмен мягких денег на твердые деньги или перевод аналоговых активов в цифровые активы или перевод ценных бумаг, которые лежат в ящике у вас на заднем дворе, которые кто угодно может повзаимствовать или украсть в зашифрованные деньги, которые находятся в банке, в цифровом пространстве, который никто не может украсть. Это трансформация. То, как люди понимают биткоин, они думают, что это спекуляция. То есть они не понимают его или боятся. Они думают, что это спекуляция и это инвестиция, и они думают, что биткоин против серебра, против золота, против геймстопа, против Теслы. Вот что они думают. Когда они его понимают, они говорят, это просто перевод из мягкого актива или аналогового актива в цифровой актив. Так что как должен человек думать об этом? Если вы будете зарабатывать по 100 тысяч долларов в год в течение следующего десятилетия, а доллар будет слабеть на 15% в год, вам придется дисконтировать денежный поток на 15% в следующем году, на 30% еще через год, на третий год уже на 15% в третий раз, и десятый раз на 15% в десятый год. Это несложная секвенция для сознания. Ваша покупательная способность экспоненциально движется к нулю. Все, что нужно, это подставить процентное ослабление денег, чтобы вычислить, какова будет твоя покупательная способность. Это одинаковые вычисления для дантиста или инженера, или малого бизнеса, или крупного бизнеса. И если вы держите облигации, они приносят вам 100 тысяч в год, это абсолютно те же вычисления, просто дисконтирование денежных потоков. Как только вы это поймете, вопрос будет в том, каковы для меня последствия продолжать работать за доллары. И ответ в том, что вам нужно увеличивать вашу зарплату с более высоким темпом, чем обрушается валюта. Так что, если вы можете увеличивать вашу зарплату на 15% каждый год вечно, тогда у вас будет тот же самый объем денег через 10 лет, как и сейчас. И вы не станете богатым. Вы начнете получать миллион долларов в год в какой-то момент, и они не купят вам ничего. Но это одна стратегия. Вторая стратегия — это перевести ваши активы, если вам повезло, и у вас есть активы, инвестированные в облигации, коммерческую недвижимость или имущество, которое оценивается денежными потоками или просто лежит наличкой в банке. Переводите это в жесткий актив, которым является биткоин. Столько, сколько осмелитесь. Некоторые говорят 5%, некоторые говорят больше. Я перевел 400%. Мой взгляд на это... Сначала я перевожу все, что у меня есть, потом я занимаю денег и перевожу их. Ну вот, красавчики, такое видео Майкла Сейлора мы посмотрели. А еще хочу напомнить, что дополнить хочу еще, что во вчерашнем видео я вам показывал альтсезон индекс, альткоин индекс, индекс альтсезона, грубо говоря, и что говорилось, что он здесь долго может не задержиться, как вот здесь. Обратите внимание, это 2020 год. Это вообще еще как бы выход из медвежьего рынка. Вот за два года тут тоже был такой недопик. А если посмотреть за все время, то вот, он настоящий альтсезон был, когда он может долго находиться в перегретой зоне, даже выше ее, видите, как бы, то есть, это сейчас глобальная такое разворотная W, или как хотите, там чашка с ручкой, короче, он будет долго в зоне 100 или выше 100, наверное, если альтсезон настоящий будет. Так что, всем to the moon, а спасибо, что смотрели. Ставьте подписки, лайки, стопы и тейки. И всем профит, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Что за х**ня происходит с этим биткоин-инвесторами? Ха-ха-ха.